Народно-художественные промыслы Народно-художественные промыслы – неотъемлемая часть культуры России. Именно они сохраняют ее историческую память. Наша страна богата различными промыслами. До сегодняшнего дня сохранились и традиции кружевоплетения, и разные виды росписи, и резьба по дереву, и, конечно, керамика. На Раменской земле уже несколько столетий существует кжельский промысел – производство белой керамики с характерной синей росписью. Но, несмотря на большую культурную значимость, народно-художественным промыслам приходится нелегко. Их прикладное значение уже утрачено. Изделия все больше переходят в разряд сувенирных. Спрос на них невысок, поскольку продукция, сделанная вручную, стоит дорого. Наша кжель в полной мере испытывает на себе все трудности российских промыслов. Вот если послушать, у нас есть такая ассоциация народно-художественных промыслов России, которая занимается глобальной поддержкой народно-художественных промыслов всей России. И там постоянно говорят, что вроде бы народно-художественные промыслы им помогают, помогают, они говорят, а они умирают. Почему умирают? Там просто задача. Очень много проблем. Проблемы в кадрах, то, что зарплаты низкие, то, что труд очень тяжелый, молодежь не идет. Проблема создания маркетинговой системы вообще реализации товаров народно-художественных промыслов. Ну, рекламные кампании. Многие предприятия с трудностями не справились и закрылись. Многие предприятия, которые тогда существовали, их сегодня не существует. Кузяевский завод, Шевлягинский завод, много цехов по Фенинский цех, Трошковский цех и так далее, так далее, так далее. Жельский экспериментальный керамический завод, их сегодня не существует. На их место приходят новые фирмы. Большее число вновь образовавшихся предприятий зарегистрировались в 90-х в начале 2000-х годов. Людям, которые жили и работали в Гжеле, не хотелось, чтобы промысел был утерян. Производства создавались на базе бывших заводов или вообще с нуля. Одним из таких предприятий стал Гжельский завод художественной росписи. Само предприятие было организовано в 1989 году. Основателем его является Лавров Виктор Семенович, который создал всю вот эту красоту, которую вы здесь сняли. А мы являемся продолжателями тех традиций, которые заложены были в атмосферу этого коллектива. Поддержать культуру данного места бытования, то есть поддержать культуру росписи, все традиции, которые здесь существовали, для того, чтобы это не погибло, а русская культура сохранилась. Сохранить промысел, сделать его рентабельным – большой труд. И предприятиям приходилось нелегко. Но последнее время, и это отмечают почти все руководители, народно-художественные промыслы под особой опекой государства. Следует отметить, что на данный период времени, вот именно в этот период два года, произошли значительные изменения по отношению государства к народно-художественным промыслам России. Как пример, на уровне областной администрации создан клуб руководителей народно-художественных промыслов Московской области, участником которого, естественно, мы являемся, вот, в рамках этого клуба мы получаем определенную поддержку, как финансовую незначительную, но сейчас эти возможности значительно расширились, и надеемся, что в этом году нам удастся участвовать в конкурсе на получение субсидий в поддержку нашего предприятия, ну, учитывая ту сложную экономическую ситуацию в стране, которая сейчас сложилась. В своем районе мы состоим в палате, мы активно сотрудничаем по различным направлениям. Ну, буквально вот несколько недель назад прошло очередное заседание палаты, где были приглашены руководители района, где были представители также и из области. И одним из основных вопросов как раз рассматривался вопрос об участии в конкурсах по получению субсидий. К Жейскому заводу художественной росписи больше 20 лет. Помимо производства керамики, там большое внимание уделяют промышленному туризму, водят экскурсии по предприятию, проводят мастер-классы и показывают свой замечательный зоопарк. Поскольку в современных условиях ручному труду очень трудно конкурировать с механизированными, автоматизированными линиями и так далее, мы, естественно, ищем варианты, как поддержать народный промысел. Ну, вот одно из направлений поддержки – это производственный туризм. К нам с огромной радостью, с удовольствием приезжают по несколько раз. В основном, конечно, дети, это школьники, которые посещают наш зоопарк, так скажем, громко. Зоопарк – изюминка этого завода. Надо сказать, что каждое кжельское производство стремится найти свою особенность. Если у кжельского завода художественной росписи, помимо производства керамики, есть что показать туристам, то совсем недавно образованное предприятие «Терракерамос» сделало ставку на другое. У нас, в принципе, как вы видели, все индивидуально. То есть мы никого не копируем. То есть все изделия, которые вы видели, это были созданы за этот год. То есть за год было создано порядка 70-80 изделий. Это очень много. Это для фарфора, для кжели, это очень много. То есть кжельский завод или электроизолятор, или объединение кжели, они там в год 10-13 изделий в год. Основной расчет был на молодежь. То есть у меня все художники, все молодые, все талантливые. То есть изделие создается буквально, если сложное, конечно, это продолжительный процесс, а если не сложное, то буквально в течение месяца уже полностью оно идет в производство. То есть, допустим, вы захотели что-то заказать, да, то есть показали что-то, и оно практически по фарфоровым меркам мгновенно, оно уже как бы в производстве. И если вы обратили внимание, то есть как бы именно качество, вот росписи, качество – это и большое изделие, которое стоит там, как бы, и мелкие. То есть основное требование у нас именно качество. Предприятие небольшое, но расширяться не планируют. Здесь не стремятся к большим объемам продукции и по точному производству. Оно работает под заказ, и художникам созданы все условия для творческой, плодотворной работы. Я работаю сейчас над скульптурой «Охотник». Такой охотник, который… Охотник за утками. Утка у него, это еще висит. Задание было таким, что я сделала серию «Охоть трое охотников на привале», таких более современных, не как у на картине. И теперь я делаю одного художника, одного охотника. На подставке он будет, все трудоемкое. Очень много, например, тот же охотник, будет много частей у него, да. Там утка отдельно, ноги отдельно, голова отдельно, руки отдельно, ружье отдельно. То есть, и все это набирается большое количество форм. Все это надо проработать. То есть, это месяц труда, чтобы сделать формы, пролепить. То есть, и каждое изделие такое же. Изделия получаются уникальными, не похожими на обычную кжейскую керамику. Здесь могут сделать как традиционную кжейскую роспись, так и удивительную цветную. Скульптурные работы очень смелые, со множеством мелких деталей. И у этой продукции, прямо скажем, отнюдь не дешевой, уже есть свой покупатель. Наше производство сосредоточилось на эксклюзивных, на штучных образцах, на мастерстве художников в росписи. И мы их стараемся показать нашим потребителям, продемонстрировать им тонкость работы, качество настоящего, хорошего российского фарфора. Мы недавно начали работать, а сейчас наш товар успели оценить администрация Раминского района, Министерство культуры города Раминского и несколько крупных предпринимателей Раминских. В данный момент мы собираемся выходить на международный рынок, выходить на российский рынок в широком смысле этого слова. Подготовили продукцию к тому, чтобы выйти на должном уровне и предоставить клиентам выбор. Терра Керамос зарегистрировалась всего год назад, но за этот год прочно заняла свое место среди кжельских предприятий. Поддержка кжельского промысла, развитие региона – задача не только государства, но и людей, которые живут на этой земле. Именно поэтому многие руководители предприятий с энтузиазмом приняли приглашение вступить в палату народных промыслов и ремесел. Сегодня ситуация, что в палату идут люди в основном патриоты кжели, так скажем. То есть люди, ничего не просящие взамен, а просто считают, что нужно помочь. То есть есть команда, которая хоть что-то хочет сделать для кжели. Надеемся, что громкое имя кжели не исчезнет, а общественная инициатива и поддержка государства станут хорошей, прочной базой для развития региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова